Всем доброе утро. Доброе. Это наш первый доклад на IT-субботниках. Надеюсь, мы немножко попали в тормах. Не совсем представляли, что лучше рассказывать или нет. Тема такая не совсем полностью айтишная. Она, конечно, на стыке. Поэтому попробую докладить стыков с айтишными вопросами и сделать побольше. Меня зовут Владимир Алексей. Я работаю в компании Graph как аналитик. В основном занимаюсь вопросами, которые близки к обработке данных, аналитическим системам, анализ пространственных данных. С чего мы начинали? Порядка десяти лет назад. На мой опыт, когда я первый раз столкнулся с ГИС. С одной стороны, вроде бы все это достаточно понятно и интересно. Есть там картинки, Google Maps, Google Ads, карты. Все достаточно практическо. Но когда начинаешь в это немножко погружаться, оказывается очень много теорий. Достаточно много таких вещей, практически проблем, на которых не находятся ответы. То есть они лежат за сферой айти. Всяческие организационные и прочие моменты. Собственно, вопрос, который касается ГИС. То есть про что мы будем говорить? Это пространственные данные, их обработка, практические задачи, связанные с ними. Ну и, собственно, если мы пытаемся это использовать в каких-то практических проектах, и ни разу с этим не сталкиваемся. То есть, с чего можно начать? Как инструмент, то посмотреть, что почитать, какие вопросы могут быть близки. Самое раннее упоминание о реальных проектах, можно сказать, проекте, связанных с ГИС. Это еще 19-й век. В общем, была реальная ситуация, эпидемия. И решением проблемы в поиске очага эпидемии, решение было в плоскости. Человек нанес на одном слое очаги заражения, на другом нанес источники воды, какие-то колонки у них там были. Заметил, что если эти данные располагать именно в пространстве и друг относительно друга, то есть достаточно понятная группировка. Они вычислили этот источник воды, заблокировали его и победили эпидемию. В общем, все из таких реальных потребностей. И в наше время, 10-й год, когда было землетрясение в Хаити, конкретно примерно на этой территории, это вот карта этой местности на 14 января. OpenStreetMap, то есть открытая карта, генерированная. То есть вообще не было, можно сказать, никакой карты, когда туда приехали спасатели. И за два дня активисты в OpenStreetMap в непрерывном режиме изгенерировали карты. Она по детальности, по-моему, не хуже, чем Москва. Она полностью объектом, атрибутом и прочим. Ну и, соответственно, это все очень-очень активно использовалось и помогало спасателям и прочим решения проблем. Но общие сферы, где мы этот GIS используем, я сейчас это быстро протестаю, это такой обзор. То есть это разного рода транспортные задачи, то есть геолокация каких-то объектов на карте, поиск маршрутов. Все, что связанное с недвижимостью, дома, земли, коммуникации, то есть их привязка к местности, их какие-то характеристики. Ну, в основном, это все около коммерческих данных. Общая сфера, как бы связанная с коммерческим представлением данных, ну, все эти сервисы, которые предоставляет нам Google и Яндекс, я считаю, их можно рассматривать просто как некоторая коммерциализация пространственных данных. Вас зовут на эти сайты, они удобные, ну, понятно, помимо этого вам там предлагают и продают многое. Есть большое количество проектов по формированию пространственных данных сообществом. Это и OpenStreetMap, и Wikimap, многие, может быть, сталкивались. То есть, какая Википедия на карте, где я там могу это все в свободном формате добавлять, рисовать. И разного рода социальные проекты, когда, собственно, я взаимодействую с другими жителями города, да, и, как бы, узнаю места. Ну, это сервисы, которые лично я пользуюсь. То есть, я вот дорогу из центра до нефтяников последние три года отправлял порядка десяти, по-моему, запросов на этот сайт, ну, через этот сайт. Ну, и, там, наверное, порядка двух трети из них реально было этих ям отремонтировано. В общем-то, работает. Вот. Ну, и, собственно, немножко о чем хотелось поговорить, вот, заявленных тем, касаемо модели данных. То есть, собственно, что пространственные данные у нас будет отличать от, собственно, непространственных данных, там, не структурированных, структурированных. То есть, в первую очередь, есть две большие, как бы, группы. Это векторные и растровые данные. Причем, векторные данные выделяют, ну, по-крупному. Все сводится к трем классам. Точечные, линейные, площадные объекты. В общем-то, есть определенные форматы, которые умеют хранить еще и какие-то более сложные, там, дуговые объекты и прочее. Но, в итоге, на самом нижнем уровне, на уровне математики, это все равно приводится вот к таким ломаным объектам. То есть, все библиотеки, все основные алгоритмы работают на них. Ну, и растровые данные, как бы, условно говоря, там, матрица, да. То есть, это совсем не обязательно, как бы, просто картинка, там, космоснимок. Вот. Точнее, это даже такое, самое частное применение растровых данных. То есть, растровые данные – это просто нормированный размер ячейки, который как-то расположен на территории, который имеет какое-то значение. Это может быть, там, и вещественное значение, какой-то характеристика, там, глубины, высоты, загрязненности, чего угодно. Вот. Как и какой-то класс. То есть, когда мы просто растровыми данными описываем. Здесь поле, здесь дорога и так далее. Вот. Очень много задач очень эффективно решаются именно на растровые данные. То есть, там, где количество обычных векторных объектов, ну, там, миллиардами измеряется, да, они упрощаются, они упрощаются в растровые, и на них уже работают различные аналитические алгоритмы. Вот. Соответственно, в первую очередь, на векторных данных, как на наиболее часто используемых, есть. Основные операции, то есть, в общем-то, нулевая алгебра, она применяется, как бы, не только к общепринятым объектам площадным, когда-то можно пересечь, вычесть одни объекты из других, но, в общем-то, вниз операции логические, они определены для всех классов объектов. То есть, можно выполнять операции, там, and, or, sort, на точечных, линейных, площадных объектах между собой. Ну, и, соответственно, каждая операция имеет какой-то смысл. То есть, например, я вычисляю объекты, находящиеся на, там, ну, не знаю, какие-то колонки, находящиеся на территории дорог. Вот. Есть строгие операции, есть операции с учетом каких-то погрешностей, вот. То есть, когда мы, ну, в выполнении этих операций работаем с координатами между дорогами. Вот. Значит, вторые классные операции, это, ну, тоже касающиеся сильно пространственных объектов, это буферизация на всех типах и определение расстояний. Ну, по определению расстояний тоже есть обычная декартная метрика, когда мы на карте линейку, условно говоря, меряем, да. И когда нам приходится вычислять расстояние с учетом, ну, территории, например, вычислять расстояние по графу дорог. То есть, как, реально, там, пешеход может доехать или машина. Или вычислять расстояние с учетом характера рельефа. То есть, когда, например, у нас есть еще какой-то слой, ну, на котором есть какой-нибудь параметр, там, проходимости территории и так далее. Значит, то есть, это у нас были реакторные данные. Ну, и, в общем-то, на раскрывах данных, там, или на грядах, как в основном называют, есть, ну, операции с ними как с матрицами. То есть, пересечения, в смысле, арифметические какие-то операции, да, которые позволяют что-то сделать. То есть, это не просто, там, сложение, вычитание. В основном, применяются какие-то функции пороговые, которые позволяют, ну, например, там, при достижении определенного значения в ячейке или внести ее к тому или другому классу. Вот. И, соответственно, как бы, операции над значениями и операции над классами. То есть, когда у меня есть, например, классификация какой-то, там, не знаю, поверхности по типу озеленения, там, не знаю, высокие, низкие деревья и так далее. Вот. А я использую еще какие-то дополнительные слои, например, эти данные разделяю и получаю, там, не два, а каких-то четыре класса. Вот. Значит, и еще большой блок, скажем так, алгоритмов, который касается тоже именно пространственных данных – это топологии. Топологии – это, упрощенно говоря, определенные правила, требования к этим данным, которые мы на них накладываем. Когда у меня есть просто отдельный слой и, там, не зависящий от другого слоя, и, как бы, изменения в каждом из них никак на соседний не влияют. Например, когда я накладываю топологию, я добавляю дополнительные правила. Ну, например, я говорю, что в моем слое не должно быть вот таких вот дырок. Вот. Вот. Вот, например, я потому, что я рисую контуры каких-нибудь там областей, да, районов, и, соответственно, ну, не может быть территория, которая не относится ни к этому району, ни к другому. Ну, у нас, конечно, все может быть, но, вообще говоря, не должно быть. Вот. Этих типов топологии достаточно много. Вот справа, снизу мелко, не видно, но просто их количество. То есть, ну, например, на площадных, на точечных, на комбинации точечных и линейных объектов. То есть, ну, в каком-то смысле эти топологии, они задают связи, но связи не между атрибутивными характеристиками, а именно между пространственными характеристиками у слоев. Вот. То есть, основная область применения – это контроль качества данных. То есть, если вы ведете или вы работаете с какой-то базой, и вам нужна, ну, база, которая, по сути, база пространственных данных, которая описывает какую-то модель. Там, прощенную, например, дороги и автостоянки, и остановки транспорта. И у вас в модели обязательно, ну, не должно быть стоянок, остановок, которые висят где-то вне дороги. Вот. Вы накладываете средствами какой-то GIS эти условия на эти свои. Ну, то есть, по сути, применяете определенный алгоритм и контролируете, чтобы при выполнении операций пользователи, ну, собственно, относительно не просто корректные данные в плане формата, а чтобы они относительно вот соседних каких-то слоев, да, не нарушали вот эти правила. Вот. Собственно, есть методики, которые позволяют данные просто привести к требованиям какой-то топологии. Ну, например, «Мандали слой с дорогами» или еще какие-то данные. Вы, в основном, это в полуавтоматическом, конечно, режиме, выполняете их корректировки. То есть, автоматически находите места, которые не удовлетворяют этим топологиям, исправляете их. И затем при дальнейшей работе с этими данными просто контролируете, чтобы эти правила соблюдались. Ну, в основном, с топологиями, конечно, работают такие более, скажем так, крупные GIS-системы. Вот. Как бы, в большинстве простых, из топных GIS, вот эти условия и какие-то операции по работе с топологиями, они не всегда представлены. Вот. Ну, и какой-то общий класс алгоритмов, которые на пространственных данных могут быть выполнены. Вот. То есть, они, конечно, есть все описанные в плане математики и, собственно, их можно там, организовывать самостоятельно. Почти все классы алгоритмов представлены в той или иной библиотеке, как внутри, там, базы данных, типа POSGIS-а или, там, в плане какой-то отдельной библиотеки, типа годолога. Вот. То есть, собственно, транспортные задачи, это, в общем случае, все приводится либо к задаче на графах, то есть нахождение путей с учетом каких-то весов, поиск кратчайшего расстояния, там, с какими-то ограничениями. Ну, и, в том числе, это задачи не только на векторе, но и на растре. То есть, когда у вас каждый дрифт, например, показывает, там, проходимая это ячейка или нет, там, в том числе все задачи по поиску маршрутов, по всяких, там, компьютерных играх, когда в Варкрафте, там, или где персонажи делаются, тоже понятна задача поиска маршрутов. Вот. Значит, задачи алгоритмов интерполяции, собственно, это задачи в основном перевода векторных данных в растровые, когда, ну, у вас есть большое количество точек, большое количество каких-то векторных объектов, вот, и вам нужно как-то отобразить их характеристики, ну, например, плотность размещения, или у вас есть, ну, выборочные точки на карте, которые показывают высоты, высота территории какого-то рельефа, да, но вам нужно получить какой-то цельный рельеф. И это не всегда обычная реангуляция, то есть, если вы просто построите векторный рельеф поверхности, да, по этим точкам, он у вас будет такой достаточно ловный. Если вы примените, скажем так, сглаживающий вот эти алгоритмы интерполяции, у вас получится какой-то более-менее мягкий, ровный рельеф, он, может быть, будет не совсем точный, да, но в некоторых задачах вот эта вот интерполяция, она позволяет, вот, здесь пример, по сути, даже просто определенной формы представления данных, вот, то есть, так называемые тепловые карты, когда, в зависимости от плотности объектов на карте, ну, в сути, от попадания какой-то ячейки, они там отображаются, представляются там тем или иным цветом, вот. А, значит, следующий класс алгоритмов, это, ну, условно говоря, гидрология, в основном у нее все завязанное, что-то связанное с рельефом, то есть, когда вы оперируете, скажем так, геометрическими, геометрическими свойствами рельефа, да, что если вы сюда воду нальете, она у вас вот сюда сольется, потому что там рельеф какой-то неровный. То есть, это учет уклонов, вот, учет высот, вот, учет того, что произойдет, если, например, вы в этом месте что-то там насыпаете или выкопаете, да, из территории, да, из территории. Это, как бы, все связано с водой, там, что будет проходить на территории кучей наводнений или, там, разлива, там, или так далее, вот. Вот, и алгоритмы сетевого анализа, то есть, алгоритмы с, в основном, с исходными данными в виде линейных слоев, ну, например, дороги, какие-то сети, типа, не знаю, водопровод, электрические сети, вот. Вот, и выполняется расчет, связанный с, например, нахождением каких-то областей, ну, зон доступности, да, то есть, вот, на примере, на картинке показано построение зон доступности с учетом дорог. То есть, если я выезжаю из центра, да, то куда я доберусь, там, за пять, десять, пятнадцать минут. В принципе, сейчас, по-моему, на многих сайтах, по-моему, на Яндексе, не помню, есть расчет маршрута, да, с учетом дорог, вот, соответственно, получение разных зон, куда можно добраться за то или иное время. Вот, на сетях, которые, собственно, представляют какие-то, ну, условно говоря, коммуникации, да, там, электросети и прочее. Большой класс задач, тоже связанный с моими алгоритмами, связанный с моделированием, то есть, что у меня произойдет, если я в этом месте, там, что-то там, перережу, перекрою, да, собственно, как изменится параметр остальных объектов. Вот, вот, например, я знаю, что в Омском водоканале была, сейчас, не знаю, используется или нет, вот, система, где они, как-то, моделировали, вот, всю свою сеть, то есть, если они, там, перекрывают, вот, эту зубишку, где, там, давление не произойдет, чего-то или нет. Вот, значит, и еще отдельный блок с тем, что мы эти пространственные данные, собственно, в итоге пользователю каким-то там определенным образом демонстрируем, показываем. То есть, так называемые математические карты, когда внешний вид данных показывает сведения о их характеристике. То есть, здесь есть тоже какие-то общие правила, да, собственно, что у меня, ну, не только какие-то там подписи, да, но и в том числе размер, цвет, форма и, собственно, положение каких-то объектов можно показывать пользователю характеристикой того, собственно, что, ну, в исходных слоях исходных данных содержится. То есть, там, размер значка крупнее и меньше, числовая подпись, цветовая раскраска, то есть, либо непрерывная, либо, там, по каким-то классам поделенная, вот, и, когда у меня есть какие-то непрерывные данные, ну, например, там, не знаю, высоты, от самой высокой точки до более низкой, то есть, методы построения изолиней, которые позволяют как-то видеть, как изменяются вот эти вот непрерывные данные, например, температура, высот, там, загрязненность, вот. Вот, и следующий блок, вот, я, в принципе, самый первый слайд с картинки сюда хотел поставить, вот это вот, про слонов и китов, вот, про систему координат, вот. А, как бы, самое, ну, на мой взгляд, хитрое, неочередное от пространственных данных, вот, это все вопросы, связанные с системами координат. Ну, собственно, проблематика понятная, как бы, если мы работаем на шаре, на окружной, на сфере, все понятно, у меня есть угловые координаты, которые, там, с ними легко работать, на математике, но, как бы, земля у нас, там, понятно, не то, что круглая, и даже далеко не элипс, вот. Вот, соответственно, возникает вопрос, как бы, у меня есть плоские экраны, бумага, да, и какой-то, там, непонятный шарик, вот, как мне преобразовать данные с одной поверхности на другую, вот. Вот, как бы, в общем случае, есть, ну, всегда это какое-то допущение, то есть, ну, не могу я непрерывно, работая в плоских координатах, отобразить, то есть, в декабрях координатах отобразить вот такую форму нашей Земли, вот. Есть несколько подходов к проецированию, то есть, по переводу координат географических широты долготы в какие-то координаты x, y, ну, всегда это, в общем-то, связано вот с некоторой неточностью, то есть, как бы, квадратики на сфере считаются одинаковым размером, квадратики на бумаге, ну, видно, в зависимости от местоположения, вот этой вот развертки и проекции, они будут иметь разные вещи, то есть, о чем, что это нам дает, вот, собственно, карта с дубльгиса, если я наложу Гренландию на Африку, вижу, что мы, в общем-то, почти одинаковые, ну, если я просто возьму эту карту, спечатаю по межлиней, вот. Вот, собственно, ниже представлены примеры того, что я беру круг определенного радиуса на территории Земли, вот, и в этой проекции, сдвигая его к полюсам, вижу, что его размер меняется, вот, соответственно, с этим как-то, как-то надо жить и как-то надо перевернуть, вот. Вот, то есть, когда я работаю с картой, я всегда, ну, знаю, там, или имею возможность получить информацию о том, в какой проекции она была создана. Если я не имею сведения о проекции карты, то есть, мне дали какой-то слой, сказали, вот тебе дороги города Омска и ничего больше он тебе про них не скажет, я могу работать только с этим слоем. Я уверенно не могу его преобразовать, наложить на него какие-то другие данные. Вот, все, как бы, ну, методы, что давайте я там по двум точкам как-то привяжусь, как-то эти данные растяну, они вам либо в одном, либо в другом месте карты дадут большую подперешку, потому что искажения всем здесь, понятно, нелинейные. То есть, здесь математика, здесь стандарт, полиномы, вот, и, в общем-то, все эти преобразования, как бы, восстановить по имеющимся словам, в какой он был выполнен в системе координат, вот, это отдельная задача и, там, отдельная тема для разговора. Есть методики, которые это позволяют сделать, но, в общем, в общем случае, с хорошей точностью задача, к сожалению, не решается, вот. Тем более, как бы, ну, есть пример того, чтобы руками это пощупать, если вы загуглите Mercator Puzzle, может, кто-то там сталкивался, уже где-то на хабре публиковали, сделали пример. То есть, вы в режиме онлайн, вот, эти вот контуры двигаете мышкой, вне зависимости от положения на карте, изменяет свой масштаб, ну, и вы пытаетесь понять, в общем-то, что это за область, вот, то есть, чтобы как-то прочувствовать вживую, как это выглядит, вот, эти все изменения системы координат. Вот. То есть, в общем случае, система координат, это, ну, условно говоря, некоторая характеристика пространственных данных, которая позволяет их с широты долгоды, то есть, с какого-то реального места на нашем шарике перевести на бумагу и, ну, с какой-то долей точности перевести потом обратно. То есть, я развернул на бумагу, на бумаге что-то построил, померил, потом имею возможность это все, собственно, разместить, как бы, нанести обратно на территорию. Ну, то есть, обратная задача, если немножко говорить о геодезии, то есть, то, что связано с измерениями на местности, там, при создании карты, прямая задача, когда я что-то измеряю на территории и потом наношу это на карте, и на оборот, когда на карте я, допустим, что-то отметил, мне нужно потом вынести место, где там лежит этот трубопровод или там, собственно, находится какое-то это здание. Вот. Соответственно, параметры системы координат, это, по сути, ну, некоторый набор цифр, условно говоря, 7 цифр и 7 каких-то кодов. Вот. То есть, если особо не углубляться в математику, вот, если я вижу такого вида строки, вот, я понимаю, что это одна из форм записи системы координат, где они мне могут встретиться. Ну, например, с какими-то исходными данными, с каким-то проектом. Есть вот основные, там, четыре вида описаний системы координат в системе mac.info, в формате библиотеки PROC4, вот, VKT-формат, тоже широко используемый в базах и в файлах. Вот. И, ну, в общем-то, есть некоторая общепринятая кодификация системы координат, там, справа сверху ссылка, Spatial Reference Work. То есть, есть установленные коды, ну, например, у гугла, как бы, так называемый, ИВСГ 3857. То есть, по этому коду, как бы, если мне говорят, я понимаю, как бы, где посмотреть его параметры, да, и, собственно, могу эти параметры подложить какому-то модулю библиотеке, который с ними будет как-то оперировать. Вот. А, к сожалению, не все системы координат, ну, как хотелось бы с точки зрения математики, у меня есть какое-то описание. Там, в одной системе координат и ее параметры, я их применяю, и получаю в другую систему координат. То есть, допустим, два слоя, один наложу на другой. Вот. Значит, в наше советское время, как бы, из-за вопросов секретности, вот эту вот методику, во-первых, она была, там, понятно, закрытая, засекреченная. Вот. И, как бы, были созданы, так называемые, ну, вот, здесь их перечислены названия, то есть, это, скажем так, российские системы координат. Вот. В том числе, некоторые из них работают не по принципам, ну, вот, каким-то географическим, георитическим. То есть, в параметрах этих систем координат искусственно заложена ошибка, ну, чтобы, там, у нас ракета не попала. Вот. Вот эта вот система координат СК-63, даже имея сведения, ну, допустим, у меня есть какая-то карта территории, там, мне дали какой-то слой с территории, там, не знаю, Тюменской области. Вот. Я должен знать определенную зону, здесь покрашенную цветами, вот, чтобы из этой СК-63 пересчитать в какую-то систему координат, ну, скажем так, не, ну, словно говоря, не засекреченную, там, СК-42, а из ней уже применить обычные математические алгоритмы. То есть, в части систем координат есть, ну, вот такой отрицательный фактор, что вот это наследие нашей секретности, вот, оно очень сильно мешает, ну, во-первых, эти параметры систем координат, они не всегда доступны, открыты, ну, хотя есть в интернете, в общем-то, почти на всей территории России, на всей регионы есть сведения об их местных системах координат. То есть, если вам дали какую-то территорию, там, какой-нибудь их слой с домами, там, с дорогами, почти всегда можно ее параметры отыскать, и, ну, достаточно точно будет. Вот, но, как бы, в общем случае, вот, все задачи по пересчету, по обработке, они, так или иначе, сталкиваются вот с вот этой вот историчностью в плане секретности, вот, ну, никакой пользы, на мой взгляд, прогресса, они уже давно не приносят. Вот. Вот. Значит, соответственно, второй вопрос в плане, ну, то есть, мне система координат нужна из-за чего, чтобы я одни данные мог наложить на другие, выполнять приобретание пересчетов. Вот, значит, помимо самих ошибок, которые заложены в пересчет системах координат, вот, у меня есть, собственно, точность самих исходных данных. Ну, вот здесь такой, немножко синтетический пример, да, то есть, я взял одну ту же территорию на Google и Bing о смене Яндексе, вот, обвел ее в программе Кондора, здание, то есть, по крыше и по цоколю по низу, да, и посмотрел, какой у меня разброс. Это по территории города, то есть, города считаются достаточно хорошо привязаны и уравнены всех этих сервисов. Ну, вот, как бы, средняя ошибка порядка, там, 7-8 метров, вот, на одну и ту же территорию, у них на тех же сервисах. Вот, ну, 7 метров – это сторона, там, какого-то небольшого строения частного ног. То есть, в зависимости от того, насколько важна точность вашей задачи в вашем проекте, в котором вы работаете. То есть, нужно понимать, что, вот, в общем случае, эти сервисы, все открытые, дают точность. Ну, есть, конечно, разделение на, как бы, обжитые территории и не обжитые, да, но, точнее, 20 метров на них полагаться очень опасно, потому что, даже с течением времени, Google корректирует свои снимки и то, что после обновления снимок может оказаться отзвинутым в сторону, потому что Google решил, что так точнее. Собственно, привязка этих снимков, ну, которые, как, поступают, там, с космоса, с аэрофотосъемкой, тоже есть отдельная тема, как бы, сейчас я ей касаться не буду, но, в принципе, тоже, если вдруг кому-то интересно, в перерыве могу ответить на вопросы и рассказать. Вот, то есть, собственно, как, имея снимок из космоса, они, и, там, вы можете его привязать к какой-то территории, да, то есть, чтобы он учитывал вот этот рельеф, все эти искажения, вот, и чтобы, собственно, по нему можно было, как по карте, потом мерить. Вот. А, соответственно, точность исходных данных, то есть, как бы, с какой точностью снимок и с какой точностью источник был создан, да, к сожалению, это ошибка почти невыявляемая, то есть, только каким-то экспертным путем, например, я работал с этим источником, я знаю, что он здесь прыгает плюс-минус 5 метров, соответственно, я это учитываю в каких-то своих алгоритмах, в своем проекте. Затем точность самого масштаба. Собственно, когда мне дают какой-то слой, ну, к сожалению, далеко не всегда я знаю на основании чего он был сделан. Если мне эту информацию сообщают, то есть, например, что этот слой был, там, создан, там, отрисован поверх карты, допустим, десяти тысячного масштаба. Ну, как обычно есть какой-то, там, источник бумажный и так далее. Вот. Как бы, у нас очень много материалов, которые сейчас, ну, описывают, там, территорию нашей Родины, они хранятся не в электронном виде в архивах, соответственно, они как-то постепенно цифруются, но надо понимать, что у всех карт при создании, ну, какой-то, ну, фактически масштаб на бумаге, да, есть такое понятие, как, там, величина снова 0,1 миллиметров, то есть считается, что точнее 0,1 миллиметров на бумаге померить невозможно. Ну, с заявленной точностью, в принципе, 0,1 сложно, конечно, разместить. Вот, соответственно, как бы, если у меня есть карта, в которой, там, один сантиметр представляет один метр, вот, ну, в смысле, один сантиметр соответствует десяти тысячам сантиметров на местности, десяти тысячная карта. Это означает, что погрешность самой карты составляет один метр, ну, то есть 0,1 миллиметров умножить на десять тысяч. Соответственно, как бы, если я пытаюсь соотнести две карты между собой, ну, как бы, частый пример, вот, может быть, кто-то сталкивался, у нас есть, как бы, Росреестр, который хранит сведения о земельных участках, есть публичная карта, Росреестр можно открыть и как-то там приблизить, посмотреть, где эти участки находятся, да, на территории. Вот, а вот, как бы, Росреестр ведет эти земельные участки в, ну, должен вести в пятисотом масштабе. Вот, соответственно, как бы, если, там, на какой-то территории в качестве подложки они использовали не пятисотый, ну, бывает, ну, до пяти тысячного масштаба какая-то там территория в области, соответственно, у вас в точных земельных участках на карте полметра, и, то есть, у вас граница может проходить по забору, там, отрезать футбол вашего здания, и это нормально. Ну, потому что, вот, сама, как бы, методика расчета вот этих вот, точность вот этих кардент просто не позволяет вам, точнее, пяти метров понять, ну, вот, где, на самом деле, вот, это измерение проходило. Вот, соответственно, вот, как бы, третья вещь, которая оказывает влияние на точность данных и то, что нужно учить, это сомнения на основании какого масштаба они были сделаны. Вот, теперь немножко шаг в сторону от теории, в общем-то, какими инструментами мы работаем, когда оперируем с пространственными данными. Вот, есть большое количество пакетов, в основном они, конечно, платные, вот, есть очень крупные монстры типа ArcGIS, которые позволяют делать с данными, ну, практически все, все алгоритмы там так или иначе реализованы в каком-нибудь из его пакетов. Вот, есть более, там, дешевые, есть российские GIS-карты, на самом деле, перечень их очень большой, вот, но вот я вам скажу о открытых, бесплатных, в общем-то, получается, продуктах. В первую очередь, это QGIS, которая раньше была QuantumGIS, вот. Активно развивающаяся система сделана на базе изначально тоже другого открытого пакета GRASS, в развитии его она была. Вот, позволяет в себе, ну, практически все библиотеки, которые есть в других GIS-системах, они так или иначе QGIS-интегрированы. То есть, это инструмент, с которого можно начать, если у вас стоит задача, ну, в общем-то, что-то сделать пространственными данными, хотя бы как-то их посмотреть, пересохранить, перепроецировать, то есть все базовые операции в этом инструменте можно выполнять. То есть, ну, на мой взгляд, я не знаю, 80% всех задач, с которыми я сталкиваюсь, можно сделать чисто в GIS, без применения каких-то других инструментов. У него есть отличная система с плагинами, вот, они, в общем-то, там, по репозиториям раскиданы, их по всему миру как-то развивают, то есть это все очень распределенное, нецентрализованное. Вот. Позволяет работать, собственно, по всеми форматами основных данных, ну, в том числе и базы, там, поддержка QGIS из коробки, вот, работа с сервисами, ну, про сервисы следующий, так, хватит чуть-чуть больше сказать, форматов не на данные. Вот. Собственно, позволяет легко, ну, в цитатности, допустим, я для задач использую QGIS плюс питон, чтобы что-то быстро накидать, как-то какой-то там прототип используют. Вот. Все основные системы, ну, и, в общем-то, основной круг задач, вот, или инструментом можно решать. Внутри QGIS лежит за пакет, тоже, может быть, кто-то так или иначе сталкивался, он и в других продуктах используется. Это библиотека работы с векторными и расковыми данными, вот. Основной упор не сделан на конвертацию данных, собственно, на поддержку и учитывание разных форматов, но, в том числе, там есть реализованные алгоритмы, ну, в том числе по интерполяции, то есть по обработке векторных данных в растровы, по определенным инструментам выборки, то есть если вдруг вы работаете не с базой, а с какими-то, ну, просто с файловыми данными, вот. То есть, как бы, это тот инструмент, которым, ну, в частности, я также пользуюсь, в плане просто быстрых каких-то манипуляций с данных. Вот. И следующий блок, собственно, если у меня в проекте не было пространственных данных и я как-то хочу их использовать, да, как бы, откуда я их могу себе наврать, вот. Что может быть в качестве этого? Ну, самый очевидный, да, и наиболее, наверное, на виду, это использование каких-то открытых сейчас сервисов, типа Яндекс и Гуглкарт, которые предоставляют и API, и, в общем-то, легко их в свой проект интегрировать, и просто, и мобильный клиент, и много чего удобного. Вот. Но о чем здесь нужно понимать? Вот. Точных данных. То есть все эти данные базируются так или иначе, ну, почти на одних из тех же спутниковых данных, в разные вариации, да, вот, с разной точностью привязки по территории, это всегда архивные данные. То есть, ну, наверное, свежее 5-ти лет что-то сложно найти точно на Яндексе и на Гугле, ну, собственно, потому что они вступают в архивные данные, которые дешевые эти снимков, да, и, собственно, нужно понимать, что если вы хотите отображать что-то более актуальное, да, то на этих картах вы можете этого не увидеть. Вот. Понятно, существенное ограничение по лицензиям, где вы и как можете эти данные применять. Есть, конечно, инструменты, типа, ну, вот, пакет SASGIS, SASPlaneta, тоже такой open-source теперь продукт, который позволяет по всем этим сервисам цепляться и локально выкачивать все эти данные, это как бы не совсем, конечно, совсем точнее, не нарушение лицензии, да, но позволяет какие-то быстро большие объемные данные с этих сервисов вытянуть, получить локально, чтобы как-то, например, там обработать или в каком-то своем проекте использовать. Вот. Плюс, ну, понятно, это данные растровые, данные только с определенным шагом масштабирования, то есть определенной сеткой, которая доставляет сервис. Ну, понятно, что у них это все из-за вопросов производительности, скорости отдачи этих сведений вам. Вот. В основном растровы, но, в общем-то, есть некоторые данные, которые вы из них можете получать и векторные какие-то точные сети. Вот. Следующий крупный источник области план. То есть это, с одной стороны, сообщество, с другой стороны, это большая система, которая содержит векторные данные по всему миру с разной степени детализации, ну, кто как, где нарисовал. Вот. Собственно, здесь вам доступен как растр, который вы можете подключать просто как подложить, так и все исходные векторные данные, на основании которого он был сделан. Вот. Вы можете выкачивать. Есть, ну, собственно, чтобы быстро что-то там сделать. Стартовать с сайт vslap.ru, на котором есть сервис, допущенный, который эти данные автоматически там скачивает, написает по регионам, можно легко скачать готовый архив, в котором уже там есть и просто свои, проект для кутиса, то есть открыть и начать использовать эти векторные данные. Они достаточно неплохо заполнены атрибутами, но, во всяком случае, есть определенная методика у этого сообщества. Она, конечно, саморегулируемая, то есть там нет каких-то жестких неизменяемых требований, но, в целом, есть общие правила по заполнению атрибутов, которые вы из этих данных вы вычислили. То есть, там, не знаю, у зданий, у дорог, есть определенные классы и, в общем случае, по крупным объектам это достаточно точно заполнено. Вот. Ну и по лицензиям, практически без ограничений, в своих проектах, так или иначе, это можете использовать. Но, если на эту территорию нет описания по ESM, то вам никто ее не создаст быстро. Можно выходить в поле. Что? Можно выходить в поле? Ну вот, как бы, про ESM тоже можно говорить отдельно, я не знаю, я вот в Омске не сталкивался с, ну сам лично, с ребятами, которые, как бы, я знаю, что тоже есть в Омске некоторое сообщество ESM-шиков, вот, а по другим городам они, ну, в общем-то, устраивают мероприятия, там, выезжают в какую-то область, что-то там картрируют, создают. Ну, отдельный проект тоже можно играть. Второй источник данных – это космоснимки. Космоснимки, ну, те, которые преобразованы в плоские координаты, то есть, по которым можно мерить линейки, то есть, то, что называется фото-план. Вот, с одной стороны, у меня есть Google, с другой стороны, как бы, то, что мы говорили ранее, в Google у меня нету, не все так точно, я сильно ограничен лицензией, вот, и, собственно, я могу обратиться и эти снимки приобрести, ну, на самом деле, это, ну, не космические деньги, то есть, с компанией типа Scanox и SourceZone, которые собирают, прорабатывают эти данные, они их продают, ну, там тоже сильно зависит уже от разрешения снимка, да, вот, от насколько он актуальный, срочный, ну, от одного до двадцати евро за квадратный километр, поэтому, вы можете получить растер на… ну, сами выберите, на какую территорию, на какую дату актуальности, вот, в нужной привязанной системе координат, он, скорее всего, будет привязан гораздо точнее Google, то есть, будет меньше погрешностей. Ну, на территорию города, с одной стороны, вот, в качестве, в котором он есть в Яндексе, это, конечно, будет очень дорого, но, например, для каких-то задач, ну, не нужен такой точный растер, вы можете, собственно, приобрести растер, там, меньше разрешения, допустим, там, пять метров на пиксель, если для ваших задач, для ваших алгоритмов в его квартале. И, собственно, здесь еще можно сказать, что, ну, помимо основных растеров, просто как, видимо, в диапазоне, да, то есть, просто снимки, фотографии, у всех таких спутников, ну, у многих спутников есть растеровые данные, которые хранят дополнительную информацию, то есть, там можно получить сведения в инфракрасном диапазоне, можно получить другие обработанные данные, ну, которые, может быть, можно использовать вот тоже в каких-то проектах, ну, в основном это сведения, например, по атмосфере, по каким-то там характеристикам, там, условно говоря, почвы и прочее, вот, то есть, тоже есть отдельная система декотирования этих спутников, но, вот, можно обратиться, купить, самостоятельно обработать, и, собственно, эти данные будут полностью ваши, вот, и, как, никому ничем не будете должны, в плане, там, лицензий, впрочем. У них, конечно, есть разные сервисы, в смысле, разные виды лицензий, то есть, вы можете совсем купить снимок, можете, как бы, его взять в аренду, что ли, как это у них называется, то есть, вы его проговариваете, как будете использовать, вы его, кроме этих видов использования, не должны никак использовать, но это дешевле. А, значит, и, как ни странно, есть достаточно много мест, где можно и часто бесплатно получить сведения у нашего государства, вот. У нас есть, так называемый, геопортал ИПД, вот, с адресом SDU. Это, ИПД – это инфраструктура пространственных данных, то есть, это какая-то попытка создать вот некоторый общий каркас, который, вот, описывает всю эту территорию нашей страны, и, там, как-то эти данные упорядочить относительно других. По задумке, на этом сайте должны, в общем-то, все данные со всех ведомств и всех источников обрегироваться, описываться метаданами, то есть, какая у них актуальность, кто их создал и так далее, вот. Но, к сожалению, сейчас, ну, не так много нам, конечно, данных, как хотелось бы, но, в принципе, на этом сайте можно зайти, вот, если вы работаете, ну, по Омску или по какой-то другой территории, там, много интересного. К сожалению, не все в векторе, кое-что в растре, но это те данные, которые вы можете найти, и, собственно, они даже как-то там периодически по некоторым ведомствам обновляются. Вот. Ну, опять же, про тему ИПД тоже можно как-то отдельно рассказывать, показывая, вот, например, в Европе вот эти вот порталы ИПД, можно там легко закуплить и посмотреть по наполненности данных, там, не знаю, где-нибудь в Голландии и прочем, ну, и проигрывая там в десятки раз по объему сведений, которые они публикуют. То есть, у них считается, что чем больше сведений мы опубликуем, тем у нас будет лучше для инвесторов, там, для развития, и, соответственно, никто эти данные опрослевые не скрывает. У нас, как бы, каждый свои данные вот так вот при себе держит, и, ну, силой приходится их открывать. То есть, есть еще направление, так называемые сейчас эти открытые данные, да, которые, вроде как, все наши ведомства должны публиковать. Вот, например, в Павловской области на задачу опубликовать данные по избирательным участкам было вывешено PDF-ная таблица с адресами, вот, ну, и, вроде как, задачу выполнили. Я так понял, сегодня будет еще один доклад касаемо, там, кодирования и геокодирования адресов, да, поэтому я это касаться не буду, но, в общем-то, задача перевода адрес в координаты, и, наоборот, тоже отдельная задача есть. Сервисы, которые это делают, есть методики там, просто пассинга этих адресов. Так, пошел оттенок, извините. Значит, следующий ресурс есть, так называемая, федеральная геоинформационная система для планирования, в которую все исполитеты выкладывают сведения, но это не совсем те подсказанные данные, которые описывают, там, реальное положение, там, территории, дома, дороги и так далее. Это данные нормативные, проектные, всякие там, зоны, границы и так далее, но они, собственно, тоже оказывают влияние. Ну, например, в том числе там публикуется градостроительная документация, вот, например, там, территориальная зона, по которой показывают, что на территории по закону можно строить, что нельзя. Вот, по части территории данные публикуются векторным виде. То есть много выкладывается в раз для сейчас, но, как бы, есть там хорошая тенденция, там, у них сейчас изменился разработчик вот этого сервиса, вот, сейчас он даже, там, что-то не там, по технологии будут изменять, там, на сервисе вырывают, у них был сделан, ну, почему-то как-то сейчас двигается, развивается на стейки на месте. Вот, то есть в открытом виде можно скачивать, это легитимные данные, использовать в своих проектах. Вот, и, как бы, не совсем пространственные данные, но тоже реестр. Есть FIAS, федеральная информационно-адресная схема, которая регулярно, не помню, вот какой периодичность, выкладывает базы с адресами, то есть бывший кладер, который сейчас изменил структуру и, там, в общем-то, некоторые порядки его ведения, вот, там есть адреса по всей России структурированные, вот, с ошибками, конечно, вот, но, собственно, издать же можно регулярно получать, и это тоже считается данным легитимным. У каждого адреса есть ED, который, собственно, считается всю жизнь, изменяться не будет. Вот, и, собственно, еще один блок, а тут данные вы можете сами забирать, да, вы можете со своих приемников, треков данные апрегировать, то есть есть GPS-2 NAS, вот, вроде как, вообще никому платить не надо, вот, поставил приемник, использует. Вот, система координат тоже, в общем-то, общая, широта-долгорода в EGS-84, вот, но, понятно, вопросы точности, ну, вопросы технологии, самой GPS, да, с какой погрешностью он вам эти данные отдает, вот, и есть проблема с получением сведений, ну, например, в застроенных территориях, то есть много высоких зданий, в EGS будет работать, практически не будет корректно работать, вот, всякие отражения, сигналы и прочее, вот. Хотя есть определенные методики, тоже просто упомяну о них, да, то есть если вам на какой-то территории нужно регулярно получать GPS-сведения, да, есть так называемые референсные станции, то есть стоит база с известными координатами, у вас есть определенные устройства, которые с этой базой работают, ровер, вот, и вы можете снимать координаты, и в этом случае точность, там, до двух сантиметров на территории. Ну, опять же, эта сеть референсных станций должна быть развернута на какую территорию, ну, в городе Омске, например, есть, по кругу, почти по всем крупным городам тоже практически есть, то есть это альтернатива вот этим геодезистам с их приборами, да, которые по городу ходили раньше, то есть сейчас, собственно, вместо этого вот эта вот технология с референсными станциями. Вот. Основное все я рассказал, про что хотел, ну, может быть, вскользко. Вот, то есть, если какая-то тема там, захочется копать дух, и с чего начать, ну, вот, основной ресурс, рекомендую, это форумы и статьи на GizLab, вот, там это все крутится вокруг, есть московская компания NextGiz с такой нектодубинем, активистами вообще больших руководителей, в этом смысле, вот. Собственно, они там активно заполняют это материалами, как-то это поддерживают, можно с ними связываться. Собственно, в OpenStreetMap Forum, если вот вы как-то будете завязаны на ОСМе, вот, общие вопросы, ну, опять же, просто рассказал, ссылка на то, чем я пользуюсь, да, и в плане точек старта, с чего начать смотреть, из инструмента UDIS-GADAL, ну, и то, что мы используем в проектах, это подпись, ну, потому что почти везде есть поддержка из коробки, ну, хотя, конечно, есть и другие базы, да, которые поддерживают ресурсовые данные. У меня все, спасибо за внимание. Надеюсь, что не совсем скучно и, в общем-то, немного близко, чуть-чуть с этой тематикой.